Многочатый деление круга для любого натурального числа n это произведение скобок вида х-зито в кадре, где зито прямообразный корень н. Самое простое считать, что зито это cos2π разделить на n плюс и sin2π разделить на n. А k пробегает значения взаимопростые с числом n от единицы до n. Таких взаимопростых чисел, конечно, φ, n, где φ функция рейдера штук. Так что степень многочлена мы знаем. Собственно, мы его естественным образом так получили. Просто потому, что зито в любую степень, необязательно взаимопростой, для какого-то числа является именно первообразным корнем. Это я все рассказывал. По формуле обращения Мёберуса получается, если это получается, то это. Ну, любой человек, кто помнит, что такое функция Мёберуса и что такое формула обращения, это легко поймет. Намного интереснее доказать сейчас теорему. Давайте докажем очень важную теорему. Многочлен не разложим над кольцом целом. Для любого набранного числа n не разложим. Если n простое, то достаточно использовать критерии Эйзенштейна. А вот в общем случае доказательство звучит не так. Пусть дзито, это не обязательно кое число, которое я написал на правой доске, а просто какой-то корень многочлена. Разумеется, можно считать, что это корень не просто многочлена, а неприводимого многочлена, обозначим его f. И пусть так случилось, что наш многочлен Fn всё-таки разложил на множители с целыми коэффициентами это материальное отложение. То есть это не один умножитель на многочлен, а действительно многочлен более чем на нулевой степени. Давайте мы сейчас сделаем следующее. Докажем, что в таком случае, если мы будем возводить дзито в степень b, где b простое число, на которое не делится число n, то на самом деле мы получим число дзито в b, и оно будет корнем этого же многочлен. Объясняю, почему этого достаточно. Ведь когда у нас есть вот какое-то число, то, возводя его в степени взаимопростые с числом n, можно получить все вот эти вот корни. И возвести в степень вида b1 умножить на b2 и так далее на bm, можно попрошить по очереди. То есть сначала в степень b1, потом в степень b2, и так далее, потом в степень bm. И если выяснится, что каждый раз мы не покидаем вот этот многочлен, то окажется, что они все корни этого многочлена. И тогда хранить на g просто не достанет. Итак, пусть p простое число, n делится на p, и пусть нам не повезло, и на самом деле вот не так, а дзито в степени p оказалось корнем вот этого многочлена. Не этого, а этого дзито в корень f, а дзито в п это корень g. В таком случае, многочлен g от x в степени p, если туда вместе х подставим и зито, это будет как раз g от зито в п, то есть это будет 0. И значит, g от x в степени p должен делиться. Потому что если у вас есть неприводимый многочлен f, который имеет общий корень вот с таким многочленом, то наибольший общий делитель, собственно, вот этого многочлена и многочлена f должен быть делителем f, то есть просто должен совпадать. Значит, g от x в степени p обязательно делится на f. Замечательно. Перейдем к сравнениям по модулю p. По малой теремии ферма, g от x в п этой это то же самое, что g в п этой степени атакса. Мы, неразложимый над кольцом зелых чисел многочлен f, можем разложить как многочлен по модулю p. То есть он может случайно оказаться приводимым, но в принципе, какие это неприводимые множители там должны быть. Возьмем любой из них. Что мы видим? Этот h это делитель многочлена f, рассматриваемого по модулю p. При этом g в п этой от x у нас делится на f. Там написано g от x в п этой делится на f, а g в п этой и g от x в этой одно и то же по модулю p. Вот. f делится на h. Значит, получается, что p в этой степени многочлена g делится на h. Все это многочлены, коэффициенты которых раскладываются по модулю p. Но h у нас неприводимый, мы говорили неприводимые множители. То есть на самом деле g делится на h. И мы получили эту замечательную штуку. х в степени n минус 1 у нас делится на многочлены деления круга, который равен произведению f и g. При этом f делится на h и g делится на h, если перейти к коэффициенту по модулю p. А это уже очевидное противоречие. Надо просто взять производство. Смотрите, если x в n минус 1 это h квадрат умножить на какой-то там многочлен, то когда возьмем производную, здесь будет n умножить на x в n минус 1, а здесь будет везде умножитель h. Получается, что n умножить на x в n минус 1 делится на h. Мы брали p, простое число, не делитель числа n. Значит, на самом деле, можно не смотреть на это n. x в n минус 1 делится на h. Но если h был неприводимый, значит просто h это x. Ну, можно сказать, что это коэффициентом, неудовимым, неважно. h это x. А x в n минус 1 не только на x квадрат, но и на x не делится. Противоречие получено. Дело в том, что у многочлена x в n минус 1 и у многочлена у его производной n x в n минус 1 просто нет общих корней. Ну и поэтому не может быть, что у многочлена его производная на что-то делится. Не расположимся, но многочлена деление круга доказано.